Асэй, Япония, о русских алкоголях. Мититака Хатари. Асэй Шумбун, Япония. 14 апреля 2019 года. В России полный пьяниц. Русские пьяницы. Возможно, немало японцев считает именно так. Действительно, Россия – это родина водки, королевы крепких напитков. На самом деле, алкоголь даже повлиял на судьбу России. Горбачев, возглавивший СССР в 1985 году, серьезно отнесся к тому, что алкоголь вредит производительности и экономике и здоровью народа, в связи с чем развязал антиалкогольную кампанию. Тем не менее, эта политика вылилась в трагикомедию в различных областях, и социальная, а также экономическая перестройка забуксовала. Одновременно она вызвала гнев пьющих, у которых было только одно развлечение – алкоголь. И в конечном итоге это привело к распаду СССР в конце 1991 года, а также отставки Горбачева. Первый президент Новой России Ельцин вел себя так, что возник имидж «русский равно пьяница». Ельцин был известен как большой любитель спиртного. Некоторые даже полагают, что благодаря этому ему удалось изгнать Горбачева, который был противником употребления спиртного. Став главой государства, Ельцин по пьяни совершил много эксцентричных поступков, которые широко освещали в японских телевизионных шоу. На самом деле, в России пьют даже реже, чем в Японии и тем не менее я хочу подчеркнуть тот факт, что русские пьют алкоголь реже в сравнении с японцами. В России спиртное, как правило, сопровождает какое-нибудь праздничное событие. Повседневное употребление без видимой причины считается неприемлемым. Безусловно, есть те, кто пьет каждый день, однако в основном это люди, попавшие в зависимость от алкоголя. О среднестатистическом россияне ни такого не скажешь. Японцы могут весело выпивать в семейном кругу каждый вечер или же ежедневно общаться с коллегами за алкоголем в кабаке, однако в России такого практически не встретить. В РФ, где существовало обычай выпивать только по особым случаям, в последние годы стали употреблять еще меньше. Из таблицы выше, таблицы оригинали статьи, примечания редакторов, следует, что россияне пьют спиртное не так часто. Более того, в последнее время этот показатель стремительно снижается. В Японии немалое количество тех, кто выпивает каждый день, однако в сегодняшней России это крайне редкий случай. Рассмотрим таблицу ниже. С точки зрения общего количества употребления алкоголя Россия все еще находится вверху таблицы, опережая Японию. Тем не менее в 2011 году она занимала четвертое место в мире с 15,8 литра. Однако за последние годы Россия существенно улучшила этот показатель, сравнившись с мировыми лидерами. Администрация Путина озаботилась домашним насилием и ухудшением общественного порядка, к которым приводят чрезмерное употребление алкоголя. В связи с этим были ограничены продажи спиртного и его реклама, а также увеличены налоги. Кроме того, были приняты меры, чтобы искоренить пьянство за рулем. Это подняло авторитет властей. Также осознание россиянами важности здорового образа жизни проявляется в фитнес-буме, который возник не так давно. Между тем Россия – это крупное федеративное многонациональное государство, поэтому степень употребления алкоголя зависит также и от региона. Чаще всего пьют в пяти регионах – Чукотский автономный округ, Магаданская область, Ненецкий автономный округ, Сахалинской области и Республика Акоми. Эти регионы объединяет холодная погода. В следующих пяти областях спиртное употребляют меньше всего – Чечня, Ингушетия, Дагестан, Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария. Все это Исламские республики. По иронии судьбы вся продукция на первой фотографии производится в Дагестане, фото в оригинале статьи «Примечание редакторов», где употребление спиртного, по идее, находится на низком уровне. Проблему пьянства отрицать нельзя соответственно, русские пьяницы – это устаревший стереотип, и нам следует избавиться от предрассудков. Несмотря на это, нельзя отрицать, что алкоголизм по-прежнему остается одной из серьезных социальных проблем в России. В конечном итоге самая большая беда, касающаяся алкоголя, заключается в том, что есть определенное количество людей, которые как наркоманы постоянно употребляют спиртное в громадном количестве. В 2018 году респондентам был задан вопрос, есть ли среди вашего окружения алкоголики. 37% ответило «Да». Возможно, одна из причин состоит в особенностях водки, являющейся русским национальным напитком. Водка – это прозрачный спиртной напиток, изготавливающийся из зерна и другого сырья. Ее крепость должна составлять 40 градусов. В Японии водку используют в качестве основы для коктейлей, однако в России ее обычно пьют в чистом виде. На традиционных праздниках в России участники один за другим поднимают тост и выпивают водку залпом, разлитую по небольшим рюмкам. Нельзя пить маленькими глоточками как саке. Если японцев приглашают на праздник в России, им приходится сталкиваться с двойным затруднением. Нужно продумать толковый тост на русском языке, и при этом пить водку залпом. Между тем в последнее время даже в России подобного алкогольного насилия становится все меньше, и это радует. Кроме того, в последние годы в России наметилась тенденция к тому, что молодежь и женщины водки предпочитают пиво или вино. По немного устаревшим данным на 2014 год, 31% ответил, что обычно пьет водку, 31%, пиво, 30%, вино, а коньяк, виски или бренди, 13%, позиции водки, являвшейся абсолютным монархом, пошатнулись. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ. Продолжение следует...